здравствуйте уважаемые любители шахмат мы продолжаем рубрику учимся у чемпионов и сегодня рассмотрим партию 12 чемпиона мира по шахматам анатолия карпова который играл против смола в люцерне в 1982 году и так карпов делает первый ход е4 в те далекие годы анатолий был в самом расцвете играл он тогда почти всегда по остапу бендеру пешкой от короля черный играет c5 и на доске разыграна сицилианская защита далее последовало конь f3 е6 переход в систему паульсона в сицилианской защите и белый играет d4 происходит размен на поле d4 и ход конь c6 в этой позиции анатолий карпов сделал ход конь b5 с намерением поставить собственную пешку на поле c4 и таким образом захватить пространство дело в том что в позиции после четвертого хода черных конь c6 сразу продолжение c4 не вполне проходило поскольку черные продолжали конь f6 и на конь c3 играли слон b4 связывая коня и атакуя слабую пешку на поле е4 то есть получали полноправную игру с равными шансами поэтому анатолий карпов напал на поле d6 угрожает шаг с поля d6 поэтому черные вынуждены ставить свою пешку на поле d6 и теперь белый играет c4 дальше последовало конь f6 черные развивают фигуру атакуют центральную пешку е4 белые защищают эту пешку конем именно конем с поля b1 поскольку коню который расположен на b5 уготовано место на a3 черные нагоняют этого коня следует ход конь е3 далее черные выводят слона подготавливают рокировку в короткую сторону белые делают то же самое обе стороны рокируют и следует ход b6 как видим черные разыграли систему еж четыре черные пешки ощетинились по 6 горизонтали и контролируют своими короткими силовыми иголками пятую при фронтовую горизонталь обе враждующие армии совершают перегруппировки сил в рамках отведенного им пространства у белых 4 у черных 3 горизонтали появление на пятой горизонтали одной из фигур то ли черных то ли белых ознаменует собой начало ожесточенной битвы и побеждает в этой битве тот кто лучше к ней соответственно подготовиться и так дальше белые выводят слона на поле е3 развивает фигуру посматривает на слабую пешку на поле b6 черный также фенкитирует своего слона теперь слон действует по диагонали давит на центр белых частности на пешку которая находится на поле е4 белые играют ферзь b3 соединяет ладьи и нападает на пункт b6 поэтому черные вынуждены защищать этот пункт ходом конь d7 белые захватывают открытую линию давят на ослабленную пешку на поле d6 черный играет конь c5 атакован ферзь ферзью необходимо уходить в этой позиции плохо брать коня поскольку следует bc и теперь черные получают мощный центр и двух слонов и несмотря на то что слон черных на поле b7 висит брать его нельзя поскольку после ферзь b7 следует ход конь a5 и у ферзя нет ни одной клеточки поэтому он теряется исходя из этого анатолий карпов сделал ход ферзь c2 отступил ферзем с подбоя и черные сыграли ферзь c7 соединяя ладьи как видим и белые и черные благополучно закончили развитие подкрепив данное событие соединением ладей в миттель шпиле и белые и черные улучшают позиции собственных фигур причем черные готовят прорыв d5 или b5 в то время как белый подготавливает захват пространства на ферзьевом фланге и последующую активную игру на этом участке доски далее был сделан ход ферзь d2 белый освобождает поля c2 с тем чтобы через это поле перевести плохо расположенного коня на a3 в центр следует ладья d8 хотя ладьи в таких позициях обычно ставят на поля c8 и e8 соответственно так как после вскрытия игры ходами b5 и d5 именно эти линии оказываются открытыми для них дальше последовал перевод коня в центр конь c2 черные тем временем сыграли конь e5 атакована пешка на поле e4 поэтому белые эту пешку защищают и следует ход конь d7 черные навалились на ослабленную пешку c4 и белые ее косвенно защищают ходом ладья a c1 как видим они обе ладьи поставили на линии c и d и в последующем готовят захват пространства на ферзьевом фланге далее в партии был сделан ход коня в 6 почему в этой позиции черные не взяли пешку на поле c4 дело в том что после конь c4 взятия на этом поле следует удар на c4 и после ферзь c4 ход коня 3 ферзь атакован и у него есть несколько продолжений если черный в этой позиции сыграет ферзь b4 тогда последует конь d5 нападение на ферзя ферзь атакован и если последует взятие на d2 то белый играет конь e7 промежуточный шаг на поле e7 король вынужден отступать и после ладья d2 в белых лишняя фигура и выигранная позиция если на ход коня 3 черные скажем отступят на c8 то все равно следует ход конь d5 ферзь атакован ладьей ферзю необходимо уходить и после примерного ферза 8 следует опять-таки удар на поле e7 в белых лишняя фигура и опять-таки выигранная позиция в партии после хода конь f6 белые перевели коня на поле d4 дальше был ход ферзь b8 опять в этой позиции нельзя брать пешку поскольку следует уже знакомая нам конь d5 и после ферза 4 конь e7 белый остается с лишней фигурой здесь в этой позиции белые сыграли конь a4 уже посматривая на пешку b6 а также подготавливая ходы b4 и конь b3 далее последовала конь d7 b4 ладья перешла на нужную вертикаль то есть на поле c8 последовал ход слон f2 профилактический и наконец-то ладья вторая стала на поле e8 для того чтобы в будущем подготовить ход d5 и соответственно вскрытие линии е теперь конь белых становится на поле b3 и готов поддержать наступление белых пешек на ферзевом фланге ходами a4, a5 или ходом c5 после соответствующей подготовки черный играет слон c6 и заставляет определиться белого коня в этой позиции не очень хорошо играть b5 поскольку после размена на поле b5 следует ход слона а8 и следующим ходом черные выставляют коня на поле c5 либо играет d5 с равными шансами поэтому белые не играли b5 они походили конь b2 последовал ход слон b7 и a4 теперь создана позиционная угроза продвижения пешки на поле a5 в этой позиции черные сыграли ход d5 который является несколько преждевременным теперь белый меняется на поле d5 в партии был сделан ход слон d6 хотя лучше было попробовать взять на поле d5 и после c5 и размена на поле c5 сыграть слона 8 атакуя коня который находится на поле b3 белые должны были бы в этом случае защищать этого коня а так в партии после хода слон d6 атакована пешка на поле h2 поэтому белый играет g3 следует взятие на поле d5 и продолжение c5 вот так лучше всего встречать прорыв черных в центре белый оставляет черную пешку на d5 в живых и эта пешка оказывается в каком-то смысле вредной для своей армии поскольку слон b7 и коня f6 лишаются всяких перспектив то есть после размена на поле c5 белые берут пешкой слон вынужден отступать и теперь следует ход слон d4 поле d4 очень важно заблокировать чтобы лишить черных возможностей в тех или иных вариантах сбросить вредную пешку путем d5 d4 и обрести таким образом фигурную активность перевес белых обрел взримые очертания у них сильная проходная на поле c5 а также давление на слабую черную пешку a6 у черных при этом нет абсолютно никакой контр игры в этой позиции черные играют ферзь a8 если бы здесь они пошли конь e5 с идеей перевести коня на поле c4 то белые продолжают конь a5 и удерживают черных в портере далее белые ставят коня на поле d3 теперь пункт e5 под контролем у белых при случае белый конь d3 может выйти на поле b4 и нападать на пешку a6 и одновременно подкреплять движение проходной которое находится на поле c5 черный играет слон c6 поскольку не видят никакой возможности активизировать фигуры если в этой позиции сыграть скажем a5 то плохо брать пешку на поле a5 поскольку следует тактический удар на поле e2 и затем черный забирает коня на поле a5 и получает две фигуры за ладью и практически выигранную позицию поэтому на ход a5 белым лучше всего отвести слона на поле f1 и дальше после слона c6 позиция белых более перспективная и в них все шансы победить после хода слон c6 в партии Анатолий Карпов играет ладья a1 практика ограничения в действии давать слону поле b5 белые не намерены следует ход слон e7 конь выходит на поле a5 второй конь может сейчас пойти на b4 и навалиться на пункт c6 черный играет конь b8 и Анатолий Карпов ставит слона на поле f1 ход за ходом Анатолий Карпов усиливает свою позицию слон ушел из-под зрения ладьи e8 и при случае готов выйти на поле h3 черный играет в этой позиции слон d7 следует ход ладья c1 то есть ладья подкрепляет движение проходной пешки на поле c5 черные пытаются заблокировать поле c6 следует размен на этом поле и ход конь b4 то есть на смену одному коню пришел другой белый не позволяет черным создать надежный блок на поле c6 и теперь обратите внимание на черного коня который расположен на поле f8 в этой позиции это самая плохая фигура после хода конь b4 черные сыграли слон b7 если в этой позиции они походят опять последует просто взятие на поле c6 их после хода слон b5 белые остаются с лишним качеством поэтому на ход конь b4 черные сыграли слон b7 дальше последовал ход слон h3 атакована ладья ладья идет на поле c7 и теперь белый играет ферзь f4 как видим черная ладья оказывается почти плененной в собственном лагере и единственной защитой от взятия на поле c7 является ход ферзь d8 далее следует фиксация слабости на поле a6 черный играет конь h5 атакует ферзя ферзь идет на поле f5 соответственно нападает на коня черных и черный играет слон f6 то есть черные напали на слона который находится на поле d4 и теперь если белый забирает коня на поле h5 следует удар на поле d4 шах король вынужден отступать и черные остаются с лишним качеством поэтому на ход слона f6 анатолий карпов отходит на поле d3 защищает слона и если черный здесь сыграет ферзь e7 то следует простой ход ладья b1 и уже черный подготавливает движение пешки на поле c6 поэтому черные разменялись на поле d4 последовало взятие ферзем дальше следует ход коня f6 конь возвращается в центр защищает пешку на поле d5 но белые проводят пешку на поле c6 слон вынужден уходить и теперь следует ход слона f1 типичная для карпова профилактика он не торопится есть пешки которые все равно от него никуда не денутся при слонах на доске белый король чувствует себя в большей безопасности черный играет ферзь d6 и после ферзь c5 следует размен на поле c5 если же в этой позиции черные сыграют ферзь e5 то у белых есть продолжение ладья e1 ферзю отступать практически некуда поскольку висит ладья на поле e8 поэтому следует размен на поле e1 белые получают за две ладьи ферзя но после короля f2 позиция черных практически безнадежна после же размена ферзей белый продолжает ходом ладья c5 пешка на a6 под боем пешка на d5 также под боем поэтому черные признали себя побежденными и так можно сделать вывод что при стандартной расстановке фигур со слоном на поле f8 черные испытывают серьезные трудности белые могут постепенно готовить наступление на ферзь в фланге и единственная активность для черных прорыв d6 d5 приносит успех лишь при отсутствии должной координации белых фигур то есть после явной ошибки соперника что ж спасибо всем за внимание я надеюсь данное видео было для вас полезным если это так подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и до скорых встреч до сих пор до свидания при январе до свидания Продолжение следует...